Искусственный интеллект или вдохновение? Что используют для создания новых хитов современные музыканты? Ведь музыка своего рода средство общения. Ведь ей, как и языку, свойственно меняться. Одни направления и жанры сменяют другие. И это не останавливающийся процесс. Становятся ли новые песни лучше или хуже? Этот вопрос всегда вызывает споры у критиков и музыкантов. Наш телеканал решил выяснить, как развивается и живет авторская песня в Верхней Волжье. Тверские композиторы рассказали, по каким принципам работают и что им в этом помогает. Образование, вдохновение, музыкальный инструмент или все это можно заменить компьютерной программой. В музыке, как в жизни, тоже есть конфликт отцов и детей старшего и младшего поколения композиторов. Новые музыкальные вения понятны зачастую только ровесникам. Что парадоксально, чтобы создать песню в наши дни, достаточно иметь компьютер и программное обеспечение. Как такое может быть? Оказывается, может. Но с таким раскладом согласятся не все профессионалы. Известный тверской композитор Константин Тушенок по старинке использует живые клавиши. За годы работы он создал множество мюзиклов и песен. К новым направлениям автор относится неоднозначно, они имеют место быть. Но качественный музыкальный продукт можно сделать, имея только профильное образование. Мне кажется, какая-то деградация все-таки есть, конечно, этого жанра. Потому что, мне кажется, его надо просто взять уже в руки. И молодежь как-то надо организовать, чтобы она занималась. Пускай она поет свои песни, ради бога, но это дело, чтобы это было пристойно, чтобы было профессионально, и чтобы не было фальшиво. Тем более молодежь сейчас оснащена хорошей аппаратурой. Они прекрасно разберются в технике музыкальной, понимаете. Композитор говорит, чтобы качественно создавать и исполнять произведения любого жанра, надо долго и упорно оттачивать мастерство. Еще один автор и исполнитель согласился порассуждать, деградирует ли современная музыка или развивается. Участник российских популярных песенных конкурсов Илья Быков. Сейчас появилось больше возможностей. Во-первых, у всех есть компьютеры. Можно воспользоваться не только музыкантами живыми, но и всякими сэмплами, которые уже созданы там в компьютере посредством этих музыкальных инструментов. И сделать свой жанр вообще музыки. Но все строится на классике, все равно. По образованию Илья актер музыкального театра. Музыкальную школу не окончил. Вокалом начинал заниматься самостоятельно. Основные навыки получил в музучилище. Но просто петь оказалось мало. Захотелось еще и самому писать песни и текст, и музыку. Приходит как-то одновременно все. И музыка, и текст. Я не пишу специально, никогда не сажусь. Если только это не на заказ, и ты понимаешь, что тебе надо на определенную тему написать и текст, и попасть в жанр. В создании мелодии ему помогают новые технологии. Но владеть клавишами, отмечает молодой композитор, очень бы не помешало. Искусственный интеллект, безусловно, четкий и ответственный исполнитель. Но управляют им все же человеческие руки и знания. Потому доля правды в словах обоих поколений есть. Но важнее всего, что предпочитает зритель. Определенный возраст, конечно, любит определенную музыку. Вот молодежь любит больше танцевальную музыку. Если говорить про наш зал, киноконцертный зал «Панорама», то, конечно, есть поклонники совершенно разных направлений. И классического направления, и джаз. Я даже знаю постоянных посетителей, которые ходят к нам на разные совершенно концерты. Отсюда вывод, что на вкус и цвет товарищей нет. А потом на любую музыку найдется свой поклонник. Но чем качественнее делается работа, тем качественный результат. И, соответственно, выше интерес у публики.